Жители деревни Байбаки давно мечтают о красивой детской площадке. Активно подключились к голосованию за установку площадок по губернаторской программе на портале Добродел и заняли второе место в общем списке по городскому округу Щёлково. В деревнях Назимиха, Сутоке и Душёнова аналогичные площадки уже установили, а в Байбаках возникла заминка. Разместить губернаторскую площадку размером в 300 квадратных метров оказалось просто негде из-за плотной застройки. Тогда администрация округа предложила компромиссное решение – установить комплекс поменьше, а для губернаторской площадки взять паузу, чтобы подыскать более подходящее место. С просьбой поддержать решение к жителям Байбаков обратились представители Общественной палаты Московской области и администрации округа. Вопросы обсудили на встрече. Нам для этой ситуации нужна и ваша помощь, как члены Общественной палаты, и ваша поддержка. Когда мы зафиксируем протокол некий, который подпишу я от имени главы городского округа, потому что он чётко дал поручение, этот вопрос решить. Встреча с жителями прошла в двух шагах от будущей площадки. Напротив дома 33. Площадка будет расположена рядом с крутым склоном. Спуститься к ней можно будет по угловой лестнице из нескольких пролётов. Так выглядит площадка в деревне Байбаки сейчас. А уже в этом году здесь появится детский городок со спортивными элементами. Новую площадку жители увидели в эскизах. 150 квадратных метров функционально поделены на зоны. С горкой, качелями для самых маленьких, турниками для подтягиваний и подвесными лестницами, для ребят постарше. На выбор жителям предложили два варианта. Вот этот спортивный элемент, да, как бы здесь можно и взрослым заниматься, и детям поиграть с мячом, например. Да. А здесь больше для занятий спортом именно. А это разница, да? То есть он не игровой. Да, вот они отличаются спортивными элементами. Нам площадка необходима, нужна. Это место встреч всех, кто сидит по дворам. Ну и место коммуникации старших. Мне вариант понравился больше функциональной спортивной площадки. Итог встречи – подписание трёх протоколов. В первом жители отказываются от установки большой площадки и соглашаются на меньшую по площади. Вторым утвердили внешний вид и комплектацию игрового оборудования. По третьему протоколу администрация берёт на себя обязательство ходатайствовать о повторном включении деревни Байбаки в губернаторскую программу строительства площадок при условии высвобождения иных земельных участков. Наконец-то мы вместе с жителями, да, по поручению главы городского округа Щёлково, определились с местом площадки, с элементами площадки. И по всем вопросам жителей, которые возникли, все эти вопросы были внесены в протокол. Все вместе, можно посмотреть назад, все его подписали. По срокам исполнения площадки, конец августа-начало сентября строительства, контрольный срок – 15 октября. Вместе с жителями договорились следить за ходом работ. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok